Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины и я продолжаю вас знакомить с 15 основаниями для получения вида на жительство в Аргентине. В одном из своих предыдущих видео я вам уже рассказывала, как получить вид на жительство на основании беженства и подробно рассказывала все этапы, как это делается. Если кто не видел, заходите в мои плейлисты и ищите это видео, оно было не так давно. Сегодня я вам расскажу о том, как получить вид на жительство на двух основаниях. Оба эти основания можно одним словом обозначить трудовые, и это те основания, о которых почему-то абсолютно никто не рассказывает. Это немножко странно, конечно, но я догадываюсь. Почему? Ну, потому что помогайкам на этом никак не заработает, они не знают, как это все можно монетизировать, и поэтому об этом умалчивают. Но есть такие способы. Первый из них называется – это получение трудовой визы на основании трудового договора. И еще один достаточно схожий вид получения вида на жительство в Аргентине – это при релокации какой-либо компании из своей страны в Аргентину или при открытии филиала в Аргентине. Итак, смотрите это видео до конца, я вам обо всем подробно расскажу. Ну, и немножко о себе. Я профессиональный гид. В этой профессии гида я уже более 10 лет, с 2012 года, и поэтому приглашаю вас на мои авторские экскурсии по Буэнос-Айресу и также в увлекательные познавательные туры по всей Аргентине. Кроме того, что я профессиональный гид по своему первому основному образованию, полученному еще в Советском Союзе, я географ-геолог, поэтому очень многие факты и природные явления я вам могу рассказать с профессиональной точки зрения. Кроме того, когда я жила в Испании, я получила образование диетолога и нутрициолога, и у меня есть еще один канал. Там вот внизу я оставлю ссылочку на этот канал. На этот канал называется «Здоровое долголетие», поэтому если кому-то из вас интересны вопросы вашего здоровья и долголетия, подписывайтесь на этот мой канал. Итак, давайте же поговорим о том, как получить вид на жительство в Аргентине по трудовому договору. Смотрите, среди иммигрантов из стран Латинской Америки это, пожалуй, самый популярный метод получения вида на жительство в Аргентине. Что дает этот метод? Ну, во-первых, это, естественно, вы, получив этот вид на жительство по трудовому договору, вы имеете право здесь находиться, жить, главное – работать и выезжать и заезжать на территорию Аргентины, то есть пересекать ее границу неограниченное количество раз. И это достаточно большое преимущество. И дается эта виза, самое главное, послушайте, проникнитесь этой цифрой на три года. А гражданство в Аргентине можно запросить уже через два года от начала вашего здесь официального проживания. То есть получаете вы эту визу на три года, через два года вы можете уже поддаваться на гражданство, и по этой визе у вас еще есть один год легального пребывания на территории Аргентины. Правда ведь удобно? Итак, что же это за трудовая виза такая? Да все очень просто, пожалуй, как и во всем мире. Вам для этого нужно заключить договор с компанией, которая берет вас на работу. Но, естественно, что это не какой-то липовый должен быть договор, а договор основательный, в котором все подробно-подробно описано. Ваша должность, что входит в ваши обязанности, какие обязанности вы будете выполнять, какие виды работы будете выполнять, продолжительность вашего рабочего дня, что там еще, естественно, зарплата, какие другие условия вам предоставляются работодателям, и, соответственно, все подробные данные этого работодателя, его налоговый номер, где он находится, все его учредители, соучредители и так далее, вся-вся-вся налоговая информация, которая имеется у вашего работодателя, который предоставляет вам трудовой контракт. Затем этот трудовой контракт, он должен быть заверен у нотариуса или, еще проще, у офицера иммиграционной службы. И на основании этого контракта вы получаете вид на жительство в Аргентине на 3 года. Правда ведь классная? И еще один вид основания для получения вида на жительство на срок 3 года с многочисленным правом выезда-въезда на территорию страны, это вид на жительство для сотрудников компаний, которые релацируют свои компании в Аргентину или открывают свои дополнительные филиалы на территории Аргентины. То есть, если у вас есть какая-то компания на территории своей страны, вот, пожалуйста, открывайте филиал на территории Аргентины и набирайте сотрудников. Здесь такая поправочка. То, что я вижу в законе, это сотрудники, которые являются менеджерами в этой компании, которые управляют тем или иным отделом. То есть, тоже надо понимать, что нелохи же сидят в миграционной службе Аргентины и понятно, что уборщицу из своей страны релацировать не надо и никто вам этого не разрешит. А вот менеджерский состав, какие-то уникальные специалисты, которые обладают уникальными навыками, благодаря которым они работают в вашей компании, это вот, да, процесс примерно такой же, как я описала при получении вида на жительство по трудовому договору. То есть, вы должны первую очередь, первое, что сделать, это зарегистрировать филиал или свою компанию на территории Аргентины. Сначала вы официально открываете эту компанию, да, ее или как релокацию, или еще раз повторюсь, филиал своей компании, и затем вам нужно релацировать своих сотрудников, каких-то сотрудников, или пригласить специалистов с родины, да. И, естественно, опять же, следующий этап – это уже заключение трудового контракта с теми сотрудников, которых вы также хотите релацировать на территорию Аргентины. Заключение трудового контракта с указанием всех функций, которые они будут выполнять, с указанием продолжительности рабочего дня, с указанием зарплаты и прочих плюшек, которые вы хотите предоставить своим сотрудникам. И на основании этого следующий этап – это уже подача документов в миграционную службу Аргентины для получения вида на жительство. Еще раз повторюсь, что в первом и во втором случае вид на жительство выдается на три года. Через два года от начала легального проживания на территории Аргентины вы можете податься уже на гражданство. И год у вас еще есть, целый год в запасе, чтобы ждать эти документы на получение гражданства Аргентины. И вуаля, вы живете в этой прекрасной солнечной стране. Январь месяц, вот сегодня я снимаю это видео. Как видите, сижу на солнышке в очень красивом саду. Январь месяц, плюс 30 градусов. Поют цикады, если вы слышите. Впереди у меня на горизонте дельта реки Лаплата и какое-то нереальное зеленое море деревьев. Тут, кстати, в этом саду очень часто вижу калибри. Летают над цветочками, опыляя их. Заснять калибри – это, конечно, еще то приключение. И пока у меня не получалось. А сзади меня, посмотрите, какой красивый дом в колониальном стиле. Там где-то в тенечке спит кошечка. А цикады как красиво заливаются. Ну, в общем, это та жизнь, о которой только можно мечтать. Мне, кстати, иногда пишут в комментариях, что Аргентина – это не та страна мечты, куда хотелось бы эмигрировать. Ну, послушайте, ну все мы с вами разные, да, и у всех у нас свои какие-то личные предпочтения. Кто-то едет для того, чтобы устроиться к дяде на зарплату, да. Тут я всегда говорю, что Аргентина, возможно, не для вас. Хотя, если у вас золотые руки и что-то вы умеете отлично делать своими руками, то в Аргентине вы будете востребованным специалистом. Очень много сейчас приезжают людей, у которых удаленная работа. Ну, тогда для таких, конечно, совсем Аргентина – страна, зашибись, какая классная. Потому что при доходах извне для вас здесь все будет абсолютно дешево. Это потрясающе красивая страна с прекрасным климатом, причем климат здесь очень разный. Аргентина, она огромная, с севера на юг она протянулась больше, чем на 3,5 тысячи километров, проходя через разные климатические пояса. И поэтому на территории Аргентины вы можете найти для себя тот климат, который вам больше всего подходит. Я сейчас кайфую от этого климата, я никогда не думала, что мне может нравиться солнце и тепло. Потому что после моего солнечного Краснодара от солнца я 10 лет отдыхала на севере Испании, где солнце – редкость. И попав сюда, я стала понимать, что да, природу, наверное, не обманешь. Я продолжаю всем сердцем любить север Испании, но и солнечная Аргентина мне тоже зашла по полной. И, наверное, я думаю, что скоро имеет смысл снять видео, за что я люблю Аргентину и что мне здесь не нравится. Да, такое тоже есть. Я об этом не особо часто говорю, потому что я человек такой, который всегда на позитиве. И в первую очередь, естественно, я отмечаю то, что мне нравится. Потому что абсолютно в любом уголке мира можно найти то, что вам не нравится. И концентрироваться на этом не совсем правильно. В принципе, это вообще мой взгляд на жизнь. Где бы я ни жила, я ищу преимущества. Почему мне здесь нравится, почему бы я здесь хотела жить. Но раз вы так настаиваете, то, скорее всего, в одном из своих ближайших видео я сниму и расскажу в том числе, что мне здесь не нравится. Причем, потому что некоторое то, что меня здесь очень сильно выбивало из колей в первое время, я к этому начинаю привыкать как к норме. Поэтому я думаю, что я уже созрела для видео, пока все не забыла, пока для меня не стало нормой то, что раньше я вообще даже в страшном сне не могла себе представить. Поэтому ждите. Подписывайтесь вот там вот на мой канал, сниму видео о всех плюсах, о всех минусах, о которых вы больше всего просите, почему-то минусы, чем плюсы. И оставайтесь на связи. С вами была ваша Елена Вивас. Всем пока-пока. А я вам еще в конце. Сейчас совсем не отключайтесь. Сниму немножко интересных кадров о том месте, где я нахожусь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok